Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В подробностях будет разбираться следствие. А пока сообщим. В воскресенье, 16 июня, зачинщики драки задержаны. По информации СМИ о случившемся конфликте, прокуратурой Пролетарского района города Твери организована проверка. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле надзорного органа. 18 июня в Пролетарском районном суде города Твери по ходатайству следствия решался вопрос об избрании меры пресечения троим зачинщикам драки. В зал судебных заседаний под конвоем заводят очередного подозреваемого. Следователем УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». При проведении комплекса оперативно разысленных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны трое иностранных граждан в возрасте от 20 до 28 лет, причастные к совершению противоправного деяния и скрывшихся с места происшествия. Уже вечером 18 июня суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, на момент принятия решения задержанные находились в статусе подозреваемых. Обвинение им пока не предъявлено. Мы следим за ходом событий. При силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Тверской области сотрудники полиции возле одного из домов на улице Горького в Твери задержали мужчину по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Предварительно установлено, что 35-летний мужчина, ранее судимый за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, пытался бесконтактным способом распространять синтетический наркотик на территории Твери. В легковом автомобиле фигуранта обнаружено 39 свертков с наркотиком, банковские карты и предмет, внешне похожий на оружие. Предварительно из незаконного оборота полицейскими изъято порядка 100 граммов синтетического наркотика. Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Наказание за это преступление предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.